Как снять фильм на голом энтузиазме? Ответ знают в Запорожье. Местные активисты создали короткометражку без единой копейки. Что получилось, расскажут мои коллеги. На днепровских порогах, где Днепро разделяется островом Хортица на два русла, есть плавни. Плавни. Эту драматическую короткометражку сняли по мотивам славянской мифологии. Герои картины, молодые люди, слишком дорого заплатили за то, что нарушили народные традиции. Отправили скупаться на реку в русальную неделю, которая предшествует троице. Сценарист, режиссер и оператор картины Александр Квачко. По образованию повар, работает кассиром в супермаркете, но в душе, говорит юноша, художник. Когда стал снимать фильм, понял, кинематограф – дело нелегкое. Даже когда кажется, что ты уже полностью прописал все до мелочей, весь план придумал, но когда ты начинаешь, вы приезжаете, ты начинаешь этим всем заниматься, то вообще все гораздо сложнее. Съемочная площадка стал остров Хортица, но больше всего времени актеры-любители провели в воде, вместе с русалками и водяными. Ужас изображать был несложно, потому что это кадры, которые попадали в фильм, это обычно уже кадры, которые получились с дубля 20-го. И уже на 20-м дубле уже холодно. То есть ты уже автоматически дрожишь, уже лицо бледное само по себе. Чтобы снять ленту, режиссеру-любителю понадобилось несколько месяцев. После того, как мы целый день снимали, отмучились, приехали домой, все, слава богу, все расслабились, а я пересматриваю видео и понимаю, что это не то. И я им всем пишу, ребята, завтра надо опять все то же самое. Свою дебютную короткометражку начинающий кинематографист отправил на несколько украинских кинофестивалей. Признается, если картина получит одобрение критиков, будет работать дальше. Нам нужен наш собственный украинский кинематограф на украинском языке с украинскими актерами и об Украине. Трейлер фильма уже набирает популярность в соцсетях. Богдан Гребицкий, Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности телеканал Интер. Запорожье.